Афиша и на этой неделе тоже будет посвящена в первую очередь культурной программе и экскурсиям. Начнем с первого и передадим слово главному режиссеру Государственного театра драмы и комедии. 14 октября в день рождения нашего города в 17.00 большая эсэн нашего театра откроется премьерным спектаклем «Ведунья. Приходите, поколдуем». 15 октября в 17.00 искрометной «Вадивиль», поставленной Аллой Васильевной Дарьяну Равло, «Дом на петербургской стороне». В детском репертуаре предстоящих выходных значатся кукольные спектакли «Колобок» и «Две бабы-яги». Малый зал начало в 10.30, а на большой сцене уже в 11.30 в субботу необыкновенные сказки обыкновенного волшебника, а в воскресенье скоморошина. Теперь перейдем к активному отдыху и узнаем, куда можно отправиться уже завтра. Всем желающим посмотреть на осенний лес, послушать стихи Александра Сергеевича Пушкина, мы приглашаем 14 октября. Выехать по пушкинским местам, то есть по тем местам, где Александр Сергеевич Пушкин пробыл в ссылке. Что он делал, на что он смотрел. Вы окажетесь, кстати, в причудливых местах, там, где он повстречался с цыганкой Замфирой, то есть это село Долна. Вы увидите тот небольшой, но греческий дворец, где вечерами собирались его друзья, устраивались небольшие балы. В воскресенье предстоит дальняя дорога, намечено небольшое путешествие в город Сороки. Многие из нас это место знают прежде всего как цыганскую столицу, где можно увидеть и оценить колорит этого народа. Но Сороки примечательны не только этой особенностью. Знаменитые косаутские пороги, то есть гранитные пороги. Это удивительно, вот с географической точки зрения, да вообще обыкновенному обывателю. Посмотреть на молдавскую крепость, средневековую крепость. В этой крепости средневековой был и Петр Великий, и Дмитрий Кантемир. Эта крепость связана со Штефаном Великим. Город удивителен, архитектура интересная. Там, кстати, находится памятник под названием Свеча Благодарения. Посвящено, конечно же, молдавскому писателю Нудруци. Это такой огромный холм, на котором возвышается небольшая часовенька. Ну и, конечно же, так как мы находимся в Сороках, недалеко от Сорок находится село под названием Касауцы. Само название весьма интересное, потому что это село, я бы сказала так, что это поселение каменщиков. А почему каменщиков? Да потому что знаменитый Касаутский камень. Вот из этого камня выстроен Касаутский монастырь. Довольно древнее поселение монахов. Ну и там живой источник. То есть в ходе одного дня вы сможете посетить вот эти места. Для любителей неспешного отдыха также есть предложение. 15 октября можно отправиться на экскурсию по молдавским монастырям, женскому и мужскому. Это господарский монастырь, самый древний, самый богатый монастырь, стилизованный. Вы услышите как раз о всех молдавских господарях, что они сделали для этого монастыря. Хын-кун также весьма интересен. Этот монастырь расположен на холмах. И его визитной карточкой является холм, на котором изображен Иисус Христос, который идет на Голгофу со своим крестом. Вернемся к событиям культурной жизни. Целых два концерта на следующей неделе даст наш Государственный симфонический оркестр. Выступать он будет вместе с гостями из Австрии, студентами Венской консерватории Александром Леонтьевым, Авениром Чубану и Викторией Васильченко. Будут исполнены буквально шедевры музыки для инструментов с оркестром. Будут исполнены двойные концерты Бруха для скрипки и альта, концерт Бартака для альта, концерт Великого Хачатуряна для скрипки и первый концерт Листа для фортепиано с оркестром. И плюс еще будут исполнены оркестром две венские увертюры – Розамунда Шуберта и Дон Жуан Моцарта. Концерты пройдут во Дворце Республики 19 октября в 18.00, а 22 октября в 15.00. На следующих выходных 21 числа предложу вам отправиться в город Умань, где расположен знаменитый Софиевский парк, который сейчас особенно красив. Ну и предложение уж совсем на перспективу, но задуматься стоит уже сейчас. 20 ноября в Кишинев приезжает Александр Софина. Если вы любите слушать красивый тембр, красивые мелодии, вам обязательно нужно собраться. 2 декабря приезжает знаменитый Григорий Лепс. Насладитесь. Ну и 9 декабря, те, кто любит синхронные танцы, красивые костюмы, вам, конечно, нужно собраться на балет Тодес. В рабочей суете не забывайте все же про отдых. Приятных вам выходных!